Деньги и время инвестора 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 IRR или NPV. Вот теперь начнем. Доходы. Кто из вас может точно спрогнозировать развитие рынка на ближайшие 4 года, ваши доходы? Ну, там 100% никто. На 50% отклонение плюс-минус. Ну, наверное, половину. И то это будет все равно пальцем в небо. Поэтому, когда мы говорим, когда мы рассматриваем оценку эффективности, делаем проекту, конечно, мы конкретно IRR не рассчитываем, наверное, совсем уж формально. Всегда смотрится на план доходов, насколько он обоснован, насколько инвестор верит в него. То же самое детализирует план расходов, насколько он действительно адекватен. Потому что, как показывает опыт, доходы все завышают, расходы занижают. И потом образуется большой гэп в процессе реализации проекта. Поэтому здесь вот, чтобы вы тоже запомнили, что нужно реально просто, ни в коем случае нельзя отдавать за 3 копейки свою компанию. И вообще, если есть возможность, на первых порах нужно развивать компанию без инвестора, потому что это будет, наверное, более дешево. Но, с другой стороны, нужно всегда оценивать реально, что вы из себя представляете. И в первую очередь, у меня там будет посвящено несколько слайдов. Вот сама финансовая модель – это обоснованный план продаж. То есть мы тоже об этом будем сегодня говорить, когда вы будете смотреть на рынок. Это не должно быть там все пользователи интернета. Такого не бывает. Понятно, что там в Фейсбуке сидят очень много людей. В любом случае, там есть ваша целевая аудитория. И даже, может быть, там, если через 5 лет вы охватите всех пользователей, допустим, то первые шаги – это все равно должен быть очень концентрированный рынок, на котором, в общем-то, есть свои потребности, которые вы удовлетворяете. Вот я, с одной стороны, говорю очень базовая вещь, но, с другой стороны, каждый раз предприниматели забывают. И вот там сейчас я так немножко припоздала. Как раз был конференц-кол с нашей портфельной уже компании, которой мы дали деньги, в которую мы поверили. Но сейчас новый раунд инвестиций. У нее очень хорошая базовая технология в области семантики. И на базе этой семантической технологии можно сделать там множество продуктов и там завивать весь рынок. Вот они уперлись и говорят, что Гартнер прогнозирует там семантические технологии, там, столько-то миллиардов долларов вот к такому-то году. Все. Они начнут торговать, словами. Ну, мы просто сейчас привлекаем там второй раунд, и нужно конкретизировать уже, в общем-то, собственно говоря, продукты, что именно. И вот от общего к частному они не могут перейти. Мы там неоднократно, да, и тестировали продукты, и зарубежные партнеры, которые говорят, что с технологической точки зрения, они там, да, сделали шаг вперед. Вот еще там не пять шагов, но тем не менее, у них есть некого рода конкурентное преимущество. Но чтобы даже для инвесторов дальше продавать, это должно быть что-то осязаемое. Это должен быть определенный рынок и там определенный продукт для этого рынка, там, модель ценообразования и так далее. Вот нужно уходить от общих фраз. И вот как раз сегодня эта презентация, я буду говорить с точки зрения инвестора, как вот инвестор на эти вещи смотрит, чтобы не то, чтобы вы прям так говорили, но находили компромиссы между своим видением и фактически видением тех инвесторов, которые выбирают проекты, прочувствовать их критерия. Вот с точки зрения привлечения денег, да, вот мы поговорили немножко про оценку, что это первое, в общем-то, почему может судить инвестор. Тем не менее, за предоставленные инвестиции он всегда требует контроль. Помимо контроля, это может быть возможность в любой момент, ни в коем случае инвестор не занимается оперативным управлением, у него очень много компаний, он просто это физически не сможет сделать. Не всегда ему хватает на это компетенции. Но, тем не менее, всегда в корпоративных документах он прописывает возможность, что если что-то пойдет не так, то у него должен быть некий рычаг на такой вид управления. Но вместе с тем, инвесторы, они чем отличаются, допустим, там от венчурные, именно от других типов людей, которые могут предоставить деньги, банк или другие институты. Что это люди с очень широкими контактами, сетью контактов, и они помогают в развитии бизнеса. И, конечно, не столько вас должен выбирать инвестор, сколько и вы его еще тоже должны выбирать, чтобы это помогало на общую капитализацию бизнеса. Да, вот я и говорю, что вопросы... Контроль, понятно. А что для этого инвестора хотят контролировать все эти статистические решения, это к вашим фейсам. Вы говорите, что все мальчики будут в тренде, то есть команда видит проекцию по-своему. Дальше как-то верит в него и писал. А они так как-то вообще не видят, закрывают все возможности. На самом деле это плохой инвестор, когда он закрывает все возможности прямо вот сразу на этапе своего сотрудничества. То есть инвестор, он больше, ну некий что ли психолог, такой вот модератор, когда он модерирует всю работу и с другими инвесторами, с компаниями внутри. Он должен раскрыть потенциал этой компании и направить его в нужное русло. И первое время, конечно, инвестор не должен вмешиваться вот в такие особенно вот стратегически важные вопросы. Почему? Потому что, когда если инвестор поверил уже в эту компанию, он же поверил в эту стратегию и будет глупо дать денег и потом резко менять эту стратегию. Ну такое вот, ну я не знаю, мне кажется, все-таки не бывает. Это больше там... А вот конкретно, предположим, у основателей там, ну, один, два украинственных волоса, например, да? Инвестор поднял украинственных волос. Поднимать некие статистические решения, вроде как бы вот, имеют право не заблокировать решение? Есть вопросы, по которым инвестор имеет право заблокировать решение. Ну, какие? Это всегда привлечение инвестора, размытие капитала, вообще все, что связано с финансовыми показателями. Это утверждение бизнес-плана, безусловно. Ну, многие инвесторы, конечно, имеют блок по этому вопросу. Даже я вот так сказала, не утверждение бизнес-плана, а его изменение. Потому что когда вы приходите к инвестору, вы приходите с бизнес-планом. Если вы приходите и говорите, что вот мы хотим идти на рынок B2B, дайте нам там 2 миллиона. Вам дают 2 миллиона, вы через неделю приходите и говорите, мы хотим идти на рынок B2C. Конечно, инвестор скажет, стоп, 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 а давайте все-таки посмотрим, почему именно. И он постарается понять. Потом, вот смотрите, все-таки, когда инвестор вас выбирает, он на другом берегу, и он вас очень оценивает, там, может быть, мало вам уделяют времени, и там все отсюда последствия. Когда он уже дал деньги, он сидит с вами в одной лодке. Он не может сделать что-то плохо, чтобы там плохо повлияло на компанию. Потому что он в первую очередь потеряет свои деньги. Поэтому, ну, такого не бывает, чтобы он хорошая стратегия, все обосновано, и он что-то заблокировал. Это очень-таки единичный случай. Хорошо, а на первичной стадии оценки компании, каковы методики? Скорее всего, инвестор оценивает компанию? По оборотке, в той же компании, там, на счет не было, как это делается? Значит, оценка компании, это очень сложный вопрос. Если мы, например, возьмем с вами компанию Lookoil, то там есть миллионы способов, очень формальных, когда мы оцениваем, просто берем Excel и, там, применяем формулы. Стартапы – это очень сложный вопрос. Есть стандартные методы оценки, ну, я не говорю вообще про все, ну, по крайней мере, те, которые вот в венчурной индустрии используются. Это метод DCF, когда вы прогнозируете потоки, потом дисконтируете свои денежные потоки, подсчитываете NPV, терминальную стоимость, с помощью регулирования ставки дисконта на конец периода, таким образом выводите оценку. Есть метод Venture Capital, когда вы используете мультипликаторы. К выручке, там, опять к прогнозным показателям. Никогда, если даже у вас сейчас выручка, там, миллион рублей, миллион долларов, никогда на этой стадии ранней нельзя применять мультипликаторы к текущим показателям, которые у вас в балансе. Это отвечая на ваш вопрос. Идешь в стоимость? Конечно, вы все равно на самом этапе развития. Это к лукоилу можно к текущей EBITDA, да, привлечь, какой-то показатель применить. А к вам нет, у вас еще очень большой потенциал роста. Это все равно будущие потоки. Поскольку мы говорим опять про будущие потоки, мы упираемся на то, насколько инвестор больше верит в обоснование этих потоков, чем в конкретно формальные там ставки дисконта, которые там потом выводят терминальную стоимость. Ну, собственно говоря. Вот, поэтому с точки зрения оценки, он больше обращает внимание, вот все, о чем я сегодня буду говорить, насколько он верит в команду, люди смогут это сделать или не смогут, насколько он действительно считает, что эта технология, она в тренде, и там этот сервис, он завоюет тот рынок, который есть, насколько все обосновано. Весь венчурный процесс – это эмоциональный процесс. Нравится, не нравится, хочу, не хочу. И я всегда это сравниваю, но это не я сравниваю, вот я посмотрела у кого-то из интервью из американских венчурных инвесторов, что это как процесс молодой девушки и юноши, когда там вот они встречаются, либо они влюбляются, либо нет. Это не значит, что там кто-то из них плохой или хороший, вот они нашли друг друга, этот проект нашел свой инвестор или нет. И если он уже нашел, то, скорее всего, очень часто делается, особенно когда показателей вообще никаких нет, а вот вы только на самом начальной стадии, особенно там бизнес-ангелы, они делают эмоционально. Ну вот примерно, наверное, вы вот так будете стоить, там миллион долларов, потому что у вас там ничего нет, ваша оценка условно, да. А потом уже, когда, чтобы, допустим, сделать и пруф этой оценки, они могут уже смотреть потоки, копаться в выручке, насколько она обоснована, и уже выводить с помощью каких-то коэффициентов оценку и сравнивать. Можно ли такую экскурсиональную оценку компании, предположим, по размеру полагаемой аудитории? Примерно, предположим, проект предполагает стартап платить 100 тысяч на аудиторию, например, это примерно, ну, по деньгам выйдет, предположим, на 5 миллионов долларов капитализации, например. Есть какие-то некорректные оценки? Ну, обязательно, что вот в различных индустриях, там, и коммерция, и коммерция, это там, допустим, фэшн индустрия, это будет одна, там, если вы логистикой там что-то занимаетесь, это другие. Есть некие сравнительные цифры, их вот можно там искать, ну, мы всегда начинаем с кранчбейс, какие-то там мультипликаторы ищем, вот, анонсируются сделки, что кто-то профинансировал там на зарубежном рынке подобный проект, там какие-то условия сделки раскрываются, и вы с помощью вот этих вот сравнительных мультипликаторов, не обязательно там к финансовым показателям, вы правильно отметили, что и по целевой аудитории, там, по каким-то другим вещам, что можно применять и вот так вот оценивать. Какие основные методы оценки? Потому что методов много и... Методов оценки основные, я считаю, три. Первое, это договорной метод, когда компании, когда инвесторы общаются с компаниями, и они чувствуют, ну, понимаете, если там уже даже ты пять лет проинвестировал, ты сколько проектов увидел, и ты уже понимаешь, что, допустим, проект, как я вначале сказала, без выручки, без первых финансовых вложений, не может стоить пять миллионов долларов. Ну, он просто не может стоить, ну, потому что, а что это такое? То есть это первый договорной метод условно, да, когда вот ты смотришь на команду и примерно понимаешь, сколько это может быть стоить. Второе, это DCF, когда с помощью будущих денежных потоков прогнозируются расходы, кэшфлоу, накладывается ставка дисконт, ну, там, и все последующие инструменты. И третий, это метод мультипликаторов, когда примерно ищутся аналогичные сделки, но там опять используются ставки дисконта, потому что я, как уже сказала, нельзя использовать вам сейчас на вашей ранней стадии метод мультипликаторов к текущим показателям, даже если там оборот миллион долларов. Это мало. Это вот то, что с точки зрения оценки. Но вы, значит, на самом деле, ну, по оценке нельзя к инвестору идти, не зная оценку. Но, с другой стороны, и в дебри нельзя вводить, заблуждаться и там что-то пытаться высчитать, потому что это не самая главная оценка. То есть все равно должны быть какие-то рамки, читайте, смотрите, по каким оценкам входят инвесторы, и вот, ну, чтобы понимать, чтобы не прогадать. Так, дальше. Ну, вместе с тем, вообще, из чего складывается оценка, это, конечно, общее впечатление о команде от инвестора. Что должна привнести команда? Это первая вовлеченность в проект. Очень часто предприниматели приходят, у них 25 тысяч проектов, они еще где-то работают для того, чтобы поддержать штаны, и там еще куча всяких проектов. Вот, как правило, инвесторы таких не любят предпринимателей, ну, потому что это можно будет разорваться. И понятно, что есть понятие серийный предприниматель, наверное, больше мы вкладываем в понятие серийного предпринимателя, когда... Пол один сделает, второй начинает. Абсолютно верно. А когда у тебя там 25 параллельно, и ты не знаешь, куда пойдут эти средства, которые ты ему даешь в этот проект, или еще в параллельный, а самое главное, хватит ли ресурсов, вот это вот такие вопросы, что нужно вот всегда прямо вот показать вот эту вот вовлеченность, и чтобы она на самом деле была. Значит, с точки зрения заинтересованности, очень часто, ну, опять вот, вот мотивация предпринимателя заниматься этим проектом. Здесь тоже сложный вопрос. Каждый инвестор по-разному к этому относится. Некоторые предприниматели говорят, вот мы хотим создать бизнес, и потом всю жизнь там жить на эти дивиденды. Некоторых инвесторов, конечно, тоже пугает. А потом, как вообще продавать эту, да, долю инвестора? И все-таки, наверное, здесь тоже нужно найти баланс между вот вашим интересом. Наверное, инвесторы, да, любят серийных предпринимателей. Хотя мы знаем миллион очень успешных компаний, которые были созданы, там, не знаю, Microsoft, и до сих пор он там, и занимается руководством этой компании. Но, тем не менее, это все равно, это немножко другой уровень, там, это такие единичные условия. То есть здесь тоже это опять на ваше усмотрение. А забегая опять же вперед, перед тем, как вы с инвестором общаетесь, вы должны сделать небольшую свою экспертизу, как относится инвестор ко всем, почитать его интервью, проекты, которые они проинвестировали, для того, чтобы понять вообще, как вот вести разговор. Потому что общего рецепта на каждого инвестора не бывает. Ну и, собственно говоря, наверное, таких, один из важных вопросов, что когда вот вы приходите к инвестору, говорите, я вот сейчас работаю на крупном заводе, опять же, да, получая зарплату, чтобы поддержать какую-то там основу жизнедеятельности, мне нужны деньги, чтобы стартовать проект. Вот тоже это не очень хороший пример, потому что инвестор любит, когда был уже какой-то реальный вклад сделан. Там в течение года предприниматель сам финансировал, там, IT-программистов, там, ну, в общем, понятно, да, о чем я говорю. Вот этот вот реальный вклад, он, собственно говоря, понятно, что откуда его взять, там, ну, грант какой-то привлечь. Сейчас очень много в России выдаются грантов, пожалуйста, там, в УЗИ, в фонде Бортник или еще где-то. Ну, вот этот вот первый шаг до общения. Ну, вот, условно говоря, я, условно говоря, я, ну, как бы, у меня школьный интерес, да? Если мы проект уже вложили свыше полного долларов, то насколько это выше, по слову, я вам вот что скажу. Если вы вложите 5 миллионов долларов и ничего не сделаете, это не значит, что ваш проект будет стоить, там, 5 миллионов плюс какая-то премия. Но если уже вложили полмиллиона долларов и что-то уже сделали, конечно, это повышает шансы вообще на общение. Есть две вещи. Это ваши инвестиции, когда вы инвестируете, инвестор видит, да, что уже там осуществились. То есть я, наверное, больше говорю от инвестора, как от венчурного инвестора, не бизнес-ангела, потому что бизнес-ангелов, там, наверное, немножко другая своя специфика, вот именно по отношению. Это первый момент. А второй момент, если вам еще удалось там заключить 2-3 контракта, которые бы там вы могли сказать, вот, хоть там 2 шага, но они опробированы, это все существенно повышает оценку. Наши инвестиции, это фактически деньги наших клиентов в будущем. Они уже наши клиенты. Вот эти первые шаги, да, в вас кто-то уже поверил, и это очень хорошо. Значит, я не знаю специфику вашего бизнеса. Иногда бывает так, что клиенты финансируют для того, чтобы, там, не знаю, сделать какую-то конкурентную разведку или еще что-то. Если это, да, если это не так, а вот в таком прозрачном варианте, то это всегда хорошо, потому что вот на этапе этого разработки продукта, они же там как-то тестируют, то есть сразу там какой-то и пруф идет, это очень хорошо. Это значительно, да, это повышает даже не столь оценку, сколько, наверное, шансы вообще вот на дальнейшее общение вам должно быть легче. Ну, при прочих и других условиях, если вы будете отвечать критериям. Вот. И еще раз хотелось бы, наверное, призвать к команде проекта, это тоже очень важно. Никогда не приходите один, ну, я там условно говорю, но тем не менее это должна быть команда, это должно быть там, не знаю, два, три, четыре ключевых сотрудника. Один занимается бизнес-девелопментом, другой занимается технической разработкой, третий, наверное, может быть там общим руководством. Это должна быть слаженная команда, слаженные ответы. Очень часто бывает так, что задаешь провокационные вопросы, а инвесторы их задают для того, чтобы посмотреть адекватность людей. То, что все равно инвестиции в люди, там, в людей, значит, очень много спорят в рынке, в технологии или еще что-то. Может быть, очень хороший рынок, хорошая технология, но если люди неадекватны, очень часто бывают и акционерные конфликты, то, собственно говоря, уже ничего не сделаешь. И в рамках осуществления дидилидженса, конечно, вот на проверку адекватности, очень часто предприниматели начинают там между собой спорить, то есть видно, что у них нету слаженности. Я не говорю, что это плохо, но когда там уже это из встречи ко встрече, в общем-то, ребят, ну, вы идите, сходите, договоритесь сами, а потом уже приходите за инвестициями. Можно примеры вопросов провокационных? Примеры можете сказать? Примеры чего? Ну, вот этих провокационных вопросов на встрече. А, ну, провокационный вопрос, это в смысле, что, допустим, когда один говорит одно, второй говорит там немножко в другом, и ты начинаешь раскручивать, да, собственно говоря, это вот не конкретные вопросы, а что такое там, я не знаю, ваш рынок, а именно на психологическом уровне, потому что инвестор, вот я уже не первый раз говорю, это в первую очередь психолог, он общается с предпринимателями. Очень часто, вот, например, в нашем фонде мы инвестируем во все направления, наш фонд создан под Сколково, работаем только с резидентами Сколково, и мы инвестируем во все пять кластеров, от ядер и до медицины, ну, в общем-то, не буду перечислять, ну, как вы думаете, у нас есть один специалист, который может экспертно оценить все технологии всех пяти кластеров? Ну, вообще-то, да, там, то есть утопия. Соответственно, очень много вещей, которые вообще мы делаем в своей деятельности, это просто вот смотришь людей на адекватность, понимают они то, что они делают, и уже потом технологический дьюдил ты потом делаешь. Даже иногда и маркетинговый, рыночный дьюдил, нужно это или не нужно, потом делается. А на встречах в первую очередь это вот психология взаимоотношений. Значит, ну, об этом я уже говорила, повторять, наверное, не буду, что перед тем, как идти, вот абсолютно недавно, значит, у меня была встреча, пришел к нам предприниматель, и это была его первая встреча с инвестором. Ну, когда предприниматель общается первый раз с инвестором, когда он общается десятый раз, это вообще разница неба и земля, то есть он вообще был в облаках, и у него никакого не было представления о том, как нужно вести беседу. Мне его стало очень жалко, я там прочитала цикл лекций, вообще, ну, что, как нужно, и ему сказала, что ни в коем случае ко второму инвестору пока что не идите. Там купите себе книжку раз, два, три, четыре, почитайте. На самом деле такие бывают, значит, в Сколково очень много проектов, фактически все лучшие проекты России, они там, если мы исключим интернет и коммерцию, ну, вот вообще все, что связано с интернетом, потому что там немножко свои специфичные требования, да, да, да. А вот все остальное, там, ядерный кластер, энергосбережения, там фактически они все там, потому что налогообложение, которое предоставляет в виде очень хороших льгот Сколково, это уже инвестиция, поэтому, да. Вот, и там очень много проектов, которые без бизнеса, они с хорошей технологией, потому что заявка в офлайне, но им нужно работать над бизнесом. И вот я ему сказала, прочитайте там такие книжки, сходите туда-то, нельзя, конечно, выходить именно с венчурным инвестором общаться, не поучаствуешь ни в одном конкурсе. Когда вы участвуете в конкурсах, вам дают, не обязательно победить, вам дают эксперты фидбэк. Вот этот вот фидбэк нужно обязательно собирать, я не говорю, что полностью его воплощать и реализовывать, но тем не менее корректировать свою бизнес-модель, потому что, тоже вот знаю одного предпринимателя из Екатеринбурга, он сделал сервис, IT-сервис, там, по обмену визитками после конференции, вот что-то с этим связано. Много, и вообще у него была тоже каша в голове, и Екатеринбург, несмотря на то, что это там один из таких городов, где наука у нас расцветает, и предпринимателей много, он говорит, мне не хватает вот этих всяких идей, он купил билеты и уехал на 3 месяца в Кремниевую долину, просто ходил вот в различные бизнес-инкубаторы, там, на конкурсы, чтобы понять, что говорят люди. Он общался и с потенциальными пользователями, и с инвесторами, потом уехал и доработал свой проект. Не знаю, чем дело вообще, все финально закончилось, но это сам подход. Перед тем, как идти просить, одно дело, вы к бизнес-ангелу приходите, 100 тысяч долларов попросить, а другое дело, там, 100 миллионов рублей у инвестора. И перед тем, как идти к инвестору, нужно какие-то шаги пройти, там, поучаствовать в нескольких конкурсах, пообщаться с несколькими инвесторами, может быть, чуть-чуть более низкого ранга, чем, допустим, вы планируете привлечь, чтобы понять и ощутить вот эту атмосферу вопросов-ответов по проектам. Значит, ну, здесь такая шуточная картина с точки зрения привлечения инвестиций. Это вот была картинка, где было солнце. Вот представьте, что вы в Майами, разгар сезона, солнце, и вот появляется молния с грозой. Вот примерно такая вероятность. Это, да, вероятность привлечения венчурных инвестиций. Это очень сложный процесс. С первого раза вы не привлечете, но ни в коем случае нельзя отчаиваться. Нужно дорабатывать свой проект для того, чтобы привлечь. У каждого проекта, если вот он, собственно говоря, создан под конкретную проблему на рынке, он удовлетворяет эту проблему на рынке, этот проект обязательно найдет инвестора. Другой вопрос, там, через год, через два, или там сразу, это уже ваша компетенция как предприниматели. Но, тем не менее, ни в коем случае, это очень сложно сделать, но ни в коем случае нельзя расстраиваться после первого раза. Значит, собственно говоря, о чем вот мы сегодня будем говорить. Первое, это первая встреча, где и как зацепить инвестора. Вот если вы уже привлекали, или пробовали привлекать инвестора, как вы пробовали выйти первый раз на контакт? Презентацию рассылали по почте. Значит, это первое. Никогда так не делайте. Когда приходят презентации, во-первых, вот я вам говорила, что они могут быть очень инвестор заняты, и могут просто вот там уйти, или вообще автоматически уйти в спам, либо, ну вообще вот просто не понять, что это такое, никогда вот с первого раза ничего никому не высылайте. Кто еще что делал? Звонком куда? Значит, второй способ использования рекомендаций. Считается, ну опять я говорю, в среднем по больнице иногда может быть, я хотя не знаю таких случаев, чтобы отослали по почте, там какой-то разговор даже вышел. Более того, когда я в предыдущем фонде работала, у нас иногда был поток проектов через сайт. И пару раз я пыталась встретиться с этими предпринимателями, которые высылали через сайт, ну там по определенным тематикам, хотя мы никогда не встречались. Вот. Были попытки неуспешные. То есть, если вот проект совсем вот... Нет, ну просто там очень слабые проекты. Скажите, а вот если фонд уже кого-то проинвестировал и уже через эти предприниматели... Сейчас, секундочку, продолжим. И вот очень слабые проекты. И вот мы у себя говорим о чем? Что если предприниматель не может найти прямого выхода на инвестора, как он вообще может развить бизнес? И вот рекомендация в этом смысле либо через текущую портфельную компанию, куда он проинвестировал, либо там знакомы знакомых. Если кто-то представляет, не знаю, там Елена, она много знает уже инвесторов, которые приходят сюда. Когда она делает introduction, и тогда уже, конечно, ну инвестор вынужден будет, потому что он знает человека, что человек там не порекомендует плохого, хотя понятно, что отношения к этому проекту могут быть разные. Вот это вообще идеальный способ, когда вы находите человека, который делает вам introduction. Это, в принципе, любой, с кем взаимодействует инвестор. Это самый лучший способ, и тогда вы, конечно, можете первую встречу, вот первое представление проекта по почте, вас приглашают на встречу, и потом там уже мы проговорим. Значит, третий способ действованный, это различные конференции, мероприятия, там бизнес-инкубаторы, где вы цепляете инвестора, там нужно подготовить обязательно за две минуты, представить свой проект, чтобы он сказал, да, интересно, дал визитку, и потом вы уже дальше продолжаете общение по электронной почте там и всеми другими способами. Вот, наверное, вот эти два последних способа, это самые лучшие варианты, как первый раз познакомиться с инвестором и начать с ним общаться. Никогда не используете сайты, вот эти вот электронные почты, просто в офлайн. Это линк-инк, некоторые есть мифы такой, что сейчас в связи с появлением линк-инк можно выйти на любого человека. Ваше мнение? Вы на линк-инк, наверное, не можете... Ну, на линк-инк, да, есть, и на фейсбуке очень часто, да, люди пишут, там что-то предлагают. Вот, но опять, вот так вот, у меня просто, может быть, еще тоже, ну, нет, не совсем так давно появилось, и, ну, нет успешного опыта, вот, ну, наверное, что если в фейсбуке или в линк-инк тоже кто-то обращается, наверное, тоже можно использовать. Потому что так и людей сейчас ищут, да, и чары, это какое-то вообще новое веяние социальной сети, использование работы, наверное, да, у этого есть будущее, вот, и с точки зрения первого взаимодействия инвестора и предпринимателя, я вот прям так, наверное, четко не могу сформировать свою позицию, лучше все-таки, наверное, вот использовать те вторые, третьи, хотя инвесторы тоже разные бывают, и если там работает, да, и отвечали, ну, то есть, как бы, наверное, да, это чем отличается точно от электронной почты, когда вы в электронной почте отсылаете, про вас вообще никто ничего не знает, когда используются социальные сети, заходят в профиль, смотрят на ваше краткое там описание, на ваших друзей, может быть, там какие-то общие знакомые, сейчас, секундочку, и тогда это, конечно, ну, резко-резко-резко отличается, и совсем нельзя говорить, что это плохо, но вот, с другой стороны, там, насколько вообще инвесторы сидят, и в Линктыне, и в Фейсбуке, те особенно, которые вам нужны, ну, тоже вот, в общем-то, как бы такой вопрос, вот, например, я знаю, у нас в фонде председатель правления, очень опытный человек, закончил наш физтех, потом уехал в Штаты, там защищал PHD, там работал в двух венчурных фондах, потом вернулся сюда, там, общий стаж вот работы в венчурной индустрии, с учетом того, что в России, она всего там около шести лет, так развивается систематично, у него, наверное, там около 15-16, его нет ни в одной сети, вот, и он так, не то, чтобы не продвинут, но время, и, наверное, тоже там определенный склад, поэтому там вот на него нельзя будет выйти, может быть, это вот тоже зависит от инвестора, и, собственно говоря, у вас был вопрос. Да, на вашем сайте написано, что не только финансовую поддержку готовы оказать, но и предоставить платформу, не эконом-банка, экспертизу инвестиционной команды. Скажите, что это, что это делает платформа? Значит, это очень, в принципе, действительно именно на российском рынке, когда вот вы приходите в некоторые организации, и вот вам нужно там заключить какой-то контракт или еще что-то. До этого я в ВТБ работала, к нам приходил один предприниматель, который сказал, мне нужны ваши деньги, ой, нет, мне нужно, чтобы вы стали акционером, мы так, подождите, вот еще раз, вот мне нужно, чтобы в акционерах был ВТБ. Это предприниматель из Питера, за время нашего присутствия там, у него оборот вырос в 5 раз, ну, то есть это там не с рубля до 5 рублей, это вот там соизмеримо до 100 миллионов, и потом, соответственно, все, что выше. Вот, и когда он делал контракты на B2B, наличие акционера ВТБ там с определенными ресурсами, ему очень помогало в развитии бизнеса. То же самое вот платформа Внешэкономбанк, очень много представительств за рубежом, здесь очень много входит в группу Внешэкономбанк-организации, которые, в принципе, помогают выстраивать инновационный лифт. На самой начальной стадии, там, веб-лизинг, который может осуществлять различные лизинговые программы, и в рамках веба, конечно, рассматриваются проекты, как можно потом найти синергию от этих различных организационных единиц. Даже если вопрос в чем, веб это же не банк на самом деле. Институт развития, да. Но это банк развития. Понятно, то есть там банковской лицей нет, и что вот себя сейчас группа веб представляет с точки зрения? Почему? Он осуществляет банковскую деятельность. Он, в частности, выдает кредиты. Николай Юрьевич, как и один? Вы присматриваете в какой-то работе? Он, ну, он один из топов. Все-таки нужно понимать, что веб это вообще у всех вызывает кошмар, потому что это крупная организация, для которой проект, один проект это один миллиард. С учетом того, что у нас фонд один миллиард рублей, то, конечно, они так, наверное, на нас немножко смешно смотрят, в плане того, что они не умеют считать, да, такими. Мы там недавно выдали займа 3 миллиона рублей. Ну, то есть, мне кажется, там, для них это немножко вообще так непонятно. Вот. Но, в целом, Внешканомбанк сейчас выстраивает, но он же давно начал, и, по-моему, он был один из разработчиков понятия инновационного лифта, когда вот вы с самого начала, и он помогает, помогает на каждой ступеньке развивать проект. И вот мы одна из этих первых ступенек, когда выдаем деньги на очень ранних стадиях. Другой вопрос, что это немножко такой, это как бы политический момент есть, что мы именно работаем только с резидентами Сколково. Но тоже понятно, почему, чтобы не было там каких-то вот разрозненных, может быть, наукоградов. А вот поскольку начали, наше правительство уже было принято решение активно развивать фонд Сколково, поддержать вот таким дополнительным финансовым институтом. Мы финансируем только с частными инвесторами, поэтому развиваем рынок частных инвестиций, давая, ну, такое дополнительное плечо. Вот. Значит, возвращаемся к презентации. Это, значит, понятно, да, где, как первый раз, вот лучше не пишите электронные письма, значит, вот все остальное, да, используйте. А вот еще такой вопрос по поводу выхода инвесторов. А как вы относитесь к таким площадкам, как Русбейс, например, Маша Бадлесина? Она позиционирует себя как биржу, на которой встречаются инвесторы и стартапы. Значит, с точки зрения, опять, развития, вот на текущий момент, там, вчера-сегодня, это не работает. И очень часто я вижу в Фейсбуке, там вот предприниматели пишут, что они там опубликовывают проекты, инвесторы даже не смотрят, там, два инвестора в год. Сейчас это не работает. Там они же не просто публикуют, они еще делают инвестиционные письма. Ну, вот то же самое, да, то есть это вот все-таки опять как немножко оффлайн. Но, учитывая наш разговор про социальные медиа, если вот они будут развивать эту площадку, когда там вовлекать инвесторов, не знаю, может быть, какие-то блоги, вот в такие более интерактивные общения, то, я думаю, что это будет, ну, за этим будущее. То есть они идут в правильном направлении, они это развивают. Вот, то есть там совсем в текущем виде, наверное, не совсем пока что это работает. Значит, помимо вот нее, есть еще реестр проектов, которые тоже делают институт развития, где там якобы тоже каждый из финансовых институтов может отсматривать проекты. Но это все-таки не работает. Вот я говорю, как там... А в стартап-индекс мы тоже участвуем. А, это уже больше как конкурсы, когда уже идет живое общение. Хотя сейчас они там все перевели в оффлайн, да, когда идет экспертиза какие-то. Ну, то есть это инструменты развивают, развивают взаимодействие малого бизнеса с инвестором, да, стартапов-инвесторов. Я думаю, что все равно действие оставаться всегда, это какие-то рекомендации, и вот личные встречи на мероприятиях. Все остальное, это вам нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание инвестора. Потому что, допустим, я судьей являюсь и в бите, и в стартап-индексе. Они сейчас делают это все тоже через сайт. Но очень мало проектов, которые там хорошо описаны. Очень много вопросов остается. А раз у тебя остаются вопросы, ты же там не будешь телефон набирать, звонить, узнавать. Ну, очень часто там ставят, что нет, дальше не рассматривают. Либо там какие-то вопросы, вот сейчас побитые, несколько вопросов я писала, вроде как заявители должны были видеть, никто не выходил на обратную связь. Ну, то есть это вот такой процесс, он все равно не прямой. Хотя, в принципе, чем больше будет вот таких, наверное, у нас сообществ, как там Росбейс, стартап-индексы. Это в первую очередь полезно для предпринимателей. Для чего? Для того, чтобы они общались с экспертами, и они находили оценку своих проектов, своих идей до серьезного раунда с инвесторами. То есть они уже будут подготовлены. Но вот у меня вопрос, значит, участвовать во всяких этих конкурсах, конференциях, как часто. Есть проекты, которые там из года в год на одних и тех же конкурсах, оттуда сюда, это очень плохо. Ну, просто вопрос, когда они вообще занимаются бизнесом? Если предприниматель ходит из конкурса на конкурс, когда он занимается бизнесом? Что-то специальный человек. Есть, знаете, недавно проект, значит, Lingoo Leo, знаете, да, очень успешный проект, пример для подражания. Вот у них уже сейчас появился там специальный человек, вот я его видела на Startup Village, когда он презентовал. Видно, что человек заточен вот именно на презентации. Ну, простите, уже стадия Lingoo Leo, это уже там все равно является, да, стартапом, потому что там модель, наверное, коммерциализация не до конца, да, отшлифована там. Много там пунктов, ну, по крайней мере, это уже такая более поздняя стадия, там, да, есть человек, который представляет во внешней среде. На самом ранней стадии, когда они только начинали, у них не было, наверное, такого человека. Да. И тоже все равно он ходил с чувством, с толком, с расстановкой, он очень ходил точечно, но там, где он участвовал, он побеждал. Вот, а когда мы смотрим на несколько проектов, вот есть такая девушка, называется проект «Молочная кухня», да, ну, там все знают об этом проекте, он вообще никак не дорабатывается, не корректируется, ей там постоянно говорят, вот и на Селигере она в разных номинациях. Очень хорошая, очень активная девушка, ну, правильно, что она там это все дальше развивает, верит, но, наверное, уже чересчур очень много, да, уже, наверное, а самое главное, вот этой динамики нет, все-таки, когда вы участвуете в конкурсах, нужно показывать динамику, чтобы вот видели это развитие. У меня уже ребенок вырос, просто. Да? Значит, да, хочу вот рассказать про проект «Лесной дозор», тоже, наверное, знаете проект, он, у них есть система, состоящая из софта, это, в общем-то, на чем они, как бы специализируются, их IP, и некая там инфраструктура, датчики, камеры устанавливают в лесу, которая позволяет обнаружать пожары, да. Я их первый раз увидела 4 года назад, ну, как-то тогда это показалось очень странным решением, я вот тогда думала, неужели там вот... Потом вот, ну, 4 года мы за ними просто вот наблюдали, я тогда еще вообще в другом фонде работала, наблюдали, смотрели за их ростом, и вот, в общем-то, мы будем с ними сотрудничать, ну, там, по одному из видов сделок, предоставимым финансированием. Он вырос за это время, он там показал результаты, показал результаты не только там на Нижегородской области, где у него тогда был пилот, он тиражировался, он там отпозиционировался от конкурентов. Ну, то есть, вот, пример того, как проект... Я первый раз его увидела на Селигере, очень все так аккуратно относятся к этому, к Зворыкинскому проекту, хотя я всегда их активно поддерживаю, вот эти вот молодежь, которые приезжают из регионов, им там абсолютно не с кем пообщаться, с точки зрения экспертов, инвесторов, а здесь у них все-таки какая-то коммуникационная среда. И вот он вырос прямо на глазах, и сам предприниматель, это вот хороший пример. Так, и, значит, следующий пункт по поводу продолжения общения с предпринимателями, с инвесторами, когда вы уже все попали на первую встречу, его впечатлили, там, поучаствовали, может быть, до этого в нескольких конкурсах, это вот понятие бизнес-план. Как вот вы думаете, что такое бизнес-план для инвестора? Нет, нет, сколько надо вложить, сколько надо вложить. Значит, ну это какие-то финансовые цифры, которые, скорее всего, должны быть отражены в Excel, для того, чтобы обосновать. Что еще? Оценка рынка. Оценка рынка. Описание этого рынка. Описание технологии. Описание технологии. В какой форме это должно быть выражено? Описание технологии. Ну вообще, вот описание бизнес-плана. Бизнес-план это что? Что за документ? Общитные расходы, общитные доходы. Ну да, это вот мы определили. Excel. В чем еще, в каких форматах может быть бизнес-план? Можно в Варде, можно в Powerpoint. Значит, я веду к тому, что для каждого инвестора бизнес-плана это вообще очень разные понятия. Для кого-то это достаточно, там, не знаю... Есть бизнес-модель, скажем так. Да, условно зафиксированная в Excel бизнес-модель, когда вы там детально делаете всякие ассампшены, потом прогнозируете рынок там детально, описываете модели коммерциализации, монетизации. Для кого-то это документ в Варде, там на 100 страниц, где он там детально... Для кого-то это просто презентация. Как правило, чаще всего для инвестора это некая презентация и приложение, Excel-овская модель, где отображена финансовая составляющая проекта. Значит, шаблоны есть всегда на сайтах инвестора. Все, что вы перечисляли, туда это входит. И, собственно говоря, Excel-модель, модель финансовая в Excel, она тоже должна быть очень понятная. Там сегодня я кое-что расскажу, как ее составлять. Самое главное, вы должны все изобразить в таком виде, в простом, чтобы инвестор понял. Да, вот всю вот вашу сложную, сложный бизнес разделить, разложить на простые пункты. Теперь вот кратко пробежимся про по четырем критериям. Значит, эти критерии не потому, что они вот по ним четко мы отсматриваем, какой проект нам нравится, а какой нет. Это больше критерия для вас. Нужно ответить на вопросы, на которые вот я здесь поставила, для того, чтобы самому ответить на вопрос, ваш проект готов к инвестору или нет. Рынок – это самый сложный вопрос, потому что, вот как я сегодня рассказывала уже про семантическую технологию, очень часто предприниматели в технологии. Вот у вас, наверное, больше здесь степени интернет-проекта, нет? Да, IT тоже бывает разное, но, как правило, все-таки рынок и вот потенциального потребителя легче определить, чем там в других отраслях проекты. Но, тем не менее, вот что такое рынок? Нужно запомнить несколько вещей. Вот там вопросы эти вы детальные потом прочитаете. Первое – какая есть проблема вот на рынке? Ну вот реально, для чего ваш продукт? Потому что конкурентов фактически сейчас есть везде, даже в лекарстве от рака, да, и все равно есть очень много аналогов. Товары-субституты еще есть? Товары-субституты абсолютно, либо заменители, да, по-другому, куча. Вы должны выстроить потом всю вашу дальнейшую стратегию позиционирования на рынке. А вообще для чего вот эта вот проблема? Это очень сложно. Очень часто приходят проекты, которые мы не понимаем, вот для чего. И если не ответить вопрос на для чего, то есть какие-то есть болевые точки на рынке, например, конкуренты делают некие там, допустим, компрессоры для прессовки мусора, но у них там то-то, то-то плохо, вот это клиентам не нравится, и вы решаете эту проблему. А может быть, это клиентам нравится, это все равно, и тогда зачем вы это решаете? Вы говорите, что приходят клиенты, которые вы не понимаете проекты, но они уже резиденты Сколково. То есть уже кто-то к вам уже только резиденты приходят, значит, уже кто-то уже что-то, если они стали резидентами, да, они уже прошли какие-то этапы. То есть правильно я понимаю, что у вас как бы уровень выше, чем здесь происходит? Значит, в целом, в целом по рынку, вот, допустим, когда мы работаем с резидентами Сколково, да, они намного выше по уровню проекты, чем, например, если не резидент, за исключением одного момента. Резиденты тоже бывают разные. Если это активный резидент, который получает, например, грант, вот все, кто получает гранты, я вот вообще не кривя душой, говорю, что это очень сильные проекты. Это вот нам с точки зрения, мы любим эти проекты, потому что там на due diligence остается очень мало времени, и это нетрудозатратно, потому что, ну, очень прозрачные, выверенные. Другой вопрос, что все равно есть резиденты, которые там разработали суперсложную технологию, они ее описали, получили по ним очень хорошие оценки, а там, допустим, по рынку чуть хуже, но средняя, она нормальная. А нам, как инвестору, потому что мы не даем гранты, мы даем возвратные инвестиции, этого мало. Ну, тут некое такое непротиворечие, немножко разные деньги, получается, что сколько вы дает на разработку? Исследование разработки, абсолютно верно. В меньшей степени, да. Поэтому то, что соответствует форсайтам, когда получаешь резидент, это не значит, что ты получишь там, далеко не значит, и поэтому. Это по рынку. То есть вот первая проблема, да, какая решается. Ну, если не решается никакая проблема, значит, этот проект никому не нужен, именно с точки зрения венчурного инвестора. Поймите меня правильно, что венчурный инвестор, он вкладывает в какую-то звезду, которая потом просто выстрелит, увеличится резко капитализация, и он должен выйти. Там у нас это не входит в тему, ну, наверное, вообще вам, может быть, это рано. В какой момент выйти с проекта, это же тоже правильно. У меня был случай на моей практике, когда там, не знаю, с такой-то доходностью не продали проект, а потом резко изменился рынок, там конкуренты, и потом капитализация стала падать. Да. Нужно тоже почувствовать, но мы там сегодня это обсуждать не будем, у нас другая тема. Но то же самое, собственно говоря, и на входе. А, так, значит, проблема. Не буду показывать, наверное, этот слайд, у меня его, по-моему, там и нету. Чуть дальше мы поговорим, как описывать рынок, потому что очень часто говорят, вот там наша целевая аудитория, это там все промышленные предприятия. Ну так тоже вот, да, понимаете, вот инвестор, он, да. Значит, следующая, это технология. Здесь, наверное, детально останавливаться не буду, потому что это зависит от инвестора, на какой стадии он входит. Кто-то входит на ранних стадиях, там могут быть одни требования, кто-то на более поздних, там другие. Самое главное, наверное, в технологии, как защищена технология. Она не обязательно может быть защищена патентами, свидетельствами. Есть режим ноу-хау, который оформляется внутри, там издается специальное соглашение о конфиденциальности с сотрудниками, приказы, описание технологии, хранится в сейфе и так далее. Это не ноу-хау, а режим коммерческих. Не, именно режим ноу-хау. Режим ноу-хау, да. Да, режим ноу-хау, и вот он оценивается, то есть вот это ваше ноу-хау, оно может оцениваться оценщиком и вкладываться в уставной капитал, то есть там целая есть вот такая процедура. Закон, не знаю, вы просто вот забейте режим ноу-хау, я думаю, что в интернете будет информация. Нет, точно это есть режим ноу-хау, когда вы просто в патенте не можете все раскрыть, да, и поэтому... Понимаю, просто с точки зрения российского законодательства, что это коммерческое... Не знаю, мы это делали, проводили как через ноу-хау. Точно есть, я думаю, что граждане гражданский кодекс, четвертая часть, начните оттуда, а там посмотрите дальше. Значит, здесь что еще важно понять, что вот если у вас есть очень уникальная технология, нужно соблюдать режим ноу-хау не в конспекте, чтобы там зафиксировать на бумажке, а, допустим, там все сотрудники должны знать только часть, а только ключевые, полностью процесс. Ну, это больше к техопроизводственным проектам относится. С точки зрения, наверное, интернет-проектов важную роль играют торговые марки, потому что это тоже все входит в защиту интеллектуальной собственности. Один проект к нам приходил, ну, он не к нам приходил, просто где-то видел на каком-то конкурсе, он уже начал всем рассказывать про этот проект, а у него не было даже зарегистрировано доменного имени. Ну, то есть, как бы, тоже, да, вот, а смысл тогда. Что такое научные риски? Научные риски – это когда вы разрабатываете способ чего-то, это в меньшей степени интернет-проектов касается, и устранены научные риски, вы рассчитали и доказали с использованием там формул, теорем различных, да, научная верификация, что вот, по крайней мере, по бумагам, по расчетам у вас там такой вот, не знаю, такая экономия энергии. Может быть, где-то какие-то единичные образцы вы уже опробировали и получили какой-то вот экспериментальный образец, который там позволил вам сделать такие предпосылки. Научных оснований или это подтверждение реализации? Подтверждение реализации в таких производственных проектах это вообще опытная партия, когда вы там уже делали не одну единичную, где-то там в каких-то лабораторных условиях, а там как минимум 10-20 там штук чего-то сделали. Но это в зависимости опять от отрасли, от продукта. Это понятно. А вот под научными ценностями есть ли научные обоснования? Когда пройдены научные, не научные обоснования, когда произведены расчеты и произведена какая-то... Есть экспериментальная база. Ну, например, допустим, там фармацевтический проект, что даже не клинические испытания, вы просто это до... еще до клиника, вы там на мышках попробовали, и у вас этот эффект работает. Это не значит, что он там будет работать потом на людях и так далее. Но вот как минимум, вы уже там на этих мышках какой-то эксперимент сделали. И у вас вот эта вот наука, она состоялась, что такой-то препарат так-то воздействует на мозговую активность. Все, я ответила на ваш вопрос. По команде мы уже сегодня с вами долго и упорно говорили, да, какая должна быть команда. Вот, поэтому, наверное, здесь вопросов не может быть. Теперь, значит, с точки зрения финансов. Очень часто, да, приходят все равно предприниматели, вам нравится этот проект, и вы все равно понимаете, что вы же финансист, вы инвестор, и вам нужно понимать вашу доходную часть, вашу расходную часть. Потом инвестор может делать анализ чувствительности, как это вообще будет все изменяться в течение проекта, если будут изменяться цены на сырье, инфляция и так далее. В Excel нужно, конечно, уметь работать. Сегодня я вам просто совсем основы дам, но которые, наверное, дадут толчок к формированию финансовых моделей. Потому что финансовая модель, в первую очередь, она для вас нужна. Не нужно там строить балансы, отчеты о прибылих, убытках, ну, как минимум, какое-то движение денежных средств по вашему проекту, чтобы вы прогнозировали ваши потоки, по крайней мере, по приходам и расходам. И про возвратность я тоже говорила, это для инвестора, то есть инвестор может, ему может понравиться этот проект, но он не будет видеть вариантов выхода, то есть неких стратегических инвесторов, которые купят его долю. Вот это тоже очень важно именно для инвестора, и вот предприниматели не всегда это понимают. Так, теперь, ну, тоже, наверное, вот то, что представлено на экране, повторять не буду, мы уже об этом говорили. Единственное, на что хотелось бы обратить еще внимание, это на грамотность написания документов и вообще писем. Очень часто либо предприниматели спешат, либо они действительно неграмотные, они делают очень много ошибок, и это тоже вызывает вопросы, и даже иногда, да, улыбки, и очень часто читаешь бизнес-план там в презентации, на пятом слайде одна цифра по рынку, там на 25-м слайде другая. Вот такие вещи, конечно, нужно следить, потому что инвестор, конечно, четко так отслеживает эти цифры. Значит, знакомы ли вы с моделью Остер Вайлдера, у него есть книжка, да, вам рассказывали. Вот не забывайте, не нужно чертить прям вот в виде такой схемы непонятной, но по крайней мере эту книжку нужно прочитать, всем, кто ее не прочитал, он очень четко описывает вот каждый из этих девяти вопросов, что там должно быть. И когда вот приходит предприниматель на первую встречу, в принципе, они должны рассказать кратко свою бизнес-модель. Бизнес-модель это не только как зарабатывать деньги, да, это и про технологию, и про ценностные предложения на рынок, а значит, и про ту проблему, которая есть на рынке. И вот это вот, конечно, должна быть книжка одна из, наверное, таких рабочих книг для проекта, который только запускается, потому что там очень много идей и для построения бизнес-модели можно подчеркнуть, ну и, собственно говоря, для общения с инвестором. Вот здесь вот я подчеркнула два проекта, как вы думаете, почему там стоят галочки? Могу прочитать, кому не видно. Разработка лекарственного средства, вызывающего толерантность к GP120-белку для предотвращения развития иммунной... ...предприниматель иногда делается несколько сценарий развития. ДДС первый сценарий развития, ДДС второй сценарий развития. На ДДС первый сценарий развития вы выводите только одного человека, а ДДС на два, вы уже ссылку на два человека. Ну, я утрирую там 10 или 20, и вы смотрите, как будет изменяться. То есть вы реально смотрите. Потому что если у вас бизнес-модель, она сложная и не все заканчивается пятью программистами, да, там, и одной маркетинговой активностью, то вы не сможете это все в голове и на калькуляторе. Вам вот как раз нужна эта модель для того, чтобы ответить на этот вопрос. То есть доходы и расходы у вас остаются первичные. То есть вы делаете по максимуму, а потом, когда делаете сценарий один, сценарий два, сценарий три, выбираете оттуда то, что вот вам это обеспечивает. Какие вопросы есть? Все понятно осталось? Ну, я сейчас вообще вот условно, это не столько, наверное, финансовая модель. Могу сейчас, наверное, если хотите показать тот, этот, флешка есть у кого-нибудь? Давай я ее перекину. А, вот эта, да. Я на нее, и тогда вам покажу более усложненно, если вопросов нет. Мне хотелось очень показать вам вот эту вот взаимосвязь, что вот закладки, что иногда вот делают большую-большую модель вот на одном листе, там мне тоже сложно разобраться. У вас это называется операционные бюджеты, фио, бюджет доходов, бюджет там административных расходов, коммерческих. Сейчас, две секунды. Вопрос такой еще общим характером, когда инвестор просто берет свою модель предоставить, ведь это же все-таки достаточно континентальная информация, то есть на каком этапе уже нужно ее отправлять? Тоже хороший, да, вопрос. Значит, с точки зрения континентальной информации, мы вот отвечаем так, что индей это наше имя, то есть если вдруг получится так, что к нам приходят предприниматели, мы потом распространяем эту информацию, об этом кто-то узнает, то вообще к нам просто ни один предприниматель больше не придет. И для венчурного инвестора это его имя, это, ну, собственно говоря, самый... Индей вы не подписываете? Ну, мы не любим до Индей подписываться. Вы представляете, к нам приходят там 10 проектов в день. Нет, это я понимаю, но когда уже на каком-то там а на втором на третьем этапе мы подписываем термшиты, а в термшитах есть пункт о конфициальности. Просто, ну, тоже поймите правильно, я и вас понимаю, что, как все это раскрывать с учетом того, что действительно инвестор общается с вашими конкурентами и так далее. Вот, но и нас, если к нам 10, это все равно же ты не просто, не можешь просто подписать, тебе нужно прочитать и, в общем-то, ну, это... инвесторы не любят подписывать вот на таких ранних стадиях индей. Да, да. Всегда предоставляйте ту информацию, которая не... неконвенциально, то, чтобы, если там куда-то она попала в руки, чтобы у вас там ничего не случилось после этого. Елена, по-другому, по-другому, на черной кассе. Но, 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 всегда, если вас этот вопрос заботит, всегда можно предложить инвестору подписать индей. Просто, если он вам откажет, это не значит, потому что он боится, что он не сохранит, а просто, ну, реально, некогда этим всем заниматься. Так. Я один шаблон сделаю. Я один из проекта, чтобы показать вообще то, что я показала сейчас тривиально, как это в итоге будет выглядеть. так, все сюда просто всталкивать вниз, да? Так, это мы закрываем. Вот это? А второй, где файл? Я же там еще сохранила второй файл. Вот здесь примеры статей, которые могут быть, а второй файл он не захотел. Я вам так покажу. Вот, вот этот вот БДДС, о котором я говорила, бюджет движения денежных средств. Вот видите, есть операционная деятельность, инвестиционная, финансовая. Есть поступление от операционной деятельности, выплаты по операционной деятельности. Очень часто разделяют выплаты по операционной деятельности, это производственные, коммерческие, управленческие. У вас производственные, это будут, ну вот, все там зарплаты разработчиков. Инвестиционная деятельность, это также поступление и выплаты по инвестиционной деятельности, и финансовая. Вот если дальше раскрыть, здесь список, ну, здесь и для производственных компаний, и для айтишников, просто список статей, которые могут быть, вам, наверное, только подойдет управленческие расходы, там, вот услуги связи, констовары, то есть некий шаблон, что вы не должны упустить, потому что сразу так сложно будет сказать. этот шаблон, вот, можно использовать, и, единственное, что для вас здесь очень много, здесь вот все вообще статьи, которые там могут встретиться. БДР отличается от БДДС несколькими вещами. по поводу выручки. По поводу выручки. Выручку вы прогнозируете, там, вот, по заключенным контрактам, а не по реальным поступлениям. Вы можете сегодня признать выручку, а по условиям у вас там оплата в течение шести месяцев. На это отличается, да, то есть, вот по расположению. Потом в кэшфлоу выручка указывается с НДС, здесь указывается без НДС. И здесь все статьи те же самые, за исключением, здесь нету инвестиционных расходов, потому что все инвестиционные расходы в отчете о прибылих и убытках отображаются в виде амортизации. Вот, наверное, это вот такие вот прям совсем общие отличия, которые бы там вам помогли перенести это потом все в ПИНЛ. Ну, это вообще такой промежуточный вариант, ближе он к МСФО, но мы вообще приводили это больше вот БДР к российской отчетности, потому что те компании, куда мы даем деньги, они все работают, как это корректно сказать, ну, в общем, полностью отчетность вот иногда совпадает с... Зачем резиденту в СКУК и НДС? Там нету, да, НДС. Если выручка совпадает с поступлениями денежных средств, то это одно и то же. Да. СОВ. Может быть, там какие-то вопросы, да, какие-то вопросы есть. Кто-то, может быть, из вас спробовал с инвесторами общаться и... Поделятся опытом. Вопрос такой, на самом деле, все равно про электронную почту. Есть ли примеры вот этих хороших писем к инвесторам? Ну, так, продажа в SalesLate, а это, я не знаю, Investment RelationshipLate, назовем ее так. Ну, то есть вот письмо, которое вам понравилось. Так, я вам говорю, что лучше не писать писем. Я это понимаю. Да. Ну, вот-вот... Встретились, все равно же пишут. Нет, ну, встретились, да, это обычно. Нет никаких нюансов, прям, чтобы прям инвестору. Добрый день, мы с вами познакомились на таком-то мероприятии и договорились, что я вам вышлю презентацию. Пожалуйста, презентация в скрепке. Все. А с точки зрения, что должно содержаться в этой презентации, мы с вами обсудили, что инвестор хочет услышать на первой встрече. Это фактически вы должны расписать модель, бизнес-модель по Остер Вальдеру. Ну, это просто следующее занятие с Сашей. Да. И в итоге вы должны приписать, что мы там ищем 100 миллионов на это, это, это. Все. Это должно быть кратко, это не должно быть там 50 листов. Вот вопрос есть. Когда вы сказали, что плохой рынок на 19 миллионов в 3 года. Чтобы это хорошее. А вы ищете, да, хороший миллиард. 190. Ну, вообще, на самом деле, на самом деле, такого прям четкого ответа нету, да, вот что там 500 миллионов это плохое или хорошее. Ну, да, это должны быть такие многозначные цифры. Популярный рынок это. Да. И знаете еще вот какой рынок вообще характерен именно для венчурного проекта? Это рынок, который там развивается активно и растет. И когда вы начинаете, он может быть, да, там, допустим, небольшим, но должны быть прогнозы роста. Здесь вам уже помогут отчеты Гартнера и так далее. Когда они прогнозируют, что, ну, допустим, сейчас рынок рекламы на ТВ, он, наверное, большой. И один из самых больших. Примитивный пример, но тем не менее, да. И все понимаем, что он будет, несмотря на то, что он в абсолютном выражении огромный, он будет с каждым годом падать. И вот инвестору это не нужно. Инвестору нужен проект на том рынке, где рынок, он растет в разы. И ваша выручка тоже должна вот год от года, чем отличается венчурный проект от не венчурного, начать там 5 миллионов, потом 55, 205 и так далее. Ну, то есть она должна порядок менять год от года. На этом все у вас? Ну, собственно говоря, если у вас будут вопросы, можете там писать либо на Facebook, либо вот через Елену, у нее есть свои контакты. Про портфель, который веб проинвестировал, можете про него рассказать, там, IT, сколько, сколько? Ну, на самом деле, у нас была следующая задача, когда мы начинали инвестировать, что в меньшей степени поддерживать IT-проекты, потому что и так очень много инвесторов, точнее, у нас вообще, мне кажется, есть только инвесторы в IT-проекты, очень мало инвесторов других. Вот, и я говорю в первую очередь про частные фонды, которые поддерживают инновационные проекты. Но так получилось, что проектов резидентов в Сколково больше всего IT. Но это понятно, потому что их и на рынке больше всего, и вообще в целом по миру. И у нас сейчас проекты преимущественно из IT. То есть примерно 60%, это, ну, почти половина, это IT-проекты. Нет никаких критериев, по которым мы выбирали. То есть, вот сейчас закрываем сделку вообще в области, так скажем, электронного туризма. Есть высокотехнологичные проекты из IT, когда разрабатывается там софт, вот мы, например, профинансировали в Data Advance, они делают софт для моделирования, и у них один из постоянных клиентов Airbus. Ну, то есть, вот очень сложный софт, там, математические расчеты, для нефтяных компаний есть. Собственно говоря, предпочтений именно по направлению в области IT нету. Значит, с точки зрения других проектов, есть один проект из космоса, но хотя все представлено на сайте, на web.ru, производят и нано, и пико-спутники. Это как раз тот проект, под который бы частный инвестор, наверное, пока что не дал бы денег, с учетом того, что последняя тенденция, что в Калифорнии очень часто инвестируют именно в космические технологии, но они, понятно, что долго окупаются. Инвестору важно вложить деньги и быстро вернуть. Вот про IT так можно сказать, а про другие проекты, фармацевтика, да, там, это могут клинические испытания идти годами, неизвестно, как закончится. Срок фонда, да, ну, срок фонда, да, он обычно делает на 10 лет фонд, поэтому вот даже фармацевтические проекты за этот период уже могут. Можно выйти, можно не выйти. Выход вообще для инвестора такой тоже сложный вопрос, потому что как потом продавать это и кому продавать. И тоже вот были случаи, когда не удавалось продавать только потому, что мы хотели одну цену, а нам предлагали ту цену, по которой мы зашли. Ну, тоже как бы это а смысл тогда, зачем мы заходили. Поэтому. Слушайте, а вы в эпановациях или о вебе? Про что? Ну, про инвестиции. Я про в эпановации, да. Мы независимые, ну, абсолютно отдельно стоящая организация, сидим в отдельном здании. То есть, получается, что вам нужна капитализация, понимая, да? Капитализация, скорее всего. Капитализация бизнеса, да. Как любому инвестору. То есть, мы не выдаем гранты, мы, несмотря на то, что не коммерческая организация, мы даем деньги в капиталы. Мы должны быть четко уверены, как мы их вернем. Конечно, мы не требуем, разумеется, подписанных соглашений с инвесторами, которые там нас выкупят через столько-через столько лет. Но, по крайней мере, мы должны потребности понимать стратегических инвесторов для того, чтобы примерно представлять, как мы можем выйти из этого проекта. Так может получиться, может не получиться. Никто не знает. Без разницы, это могут быть у нас один проект с одним из фондов РВК. То есть, это условно частный инвестор, но, по крайней мере, это другой инвестор. Совместное? Соинвестирование, да. Наверное, правильно говорить, соинвестирование. Значит, это в зависимости от кластера. Если это IT-кластер, то это 50 на 50. Если это, например, там ядерный кластер, космический, мы можем давать чуть больше, там 70%. Это масса 50 на 50? Ну, меньше 50 мы не даем. Ой, больше 50. Да, то есть, как я говорю, это масса. Получается, чтобы у вас взять денег, нужно еще найти какую-то другую. для IT-проектов, да. Да. А с основным вы инкормируетесь? Плюс с инвестором. Мы сейчас рассматриваем один проект, вот. Но, опять, это будет для нас сделки, такие единичные, Роснаны, РВК, потому что это все-таки, опять, это из единого котла, просто по разным ручекам. Очень хочется кооперироваться больше с частными фондами, там, не знаю, Руна, Простор, Капитал, Алмаз. Даже не с точки зрения более поворотлива, а для того, чтобы видели, что инструменты, государственные инструменты, они поддерживают частных инвесторов. Пускай уже у нас рынок на той стадии развития, когда должны начинать работать частные деньги. Вот. 5 лет, они вообще только рынок, можно сказать, я считаю, что он был создан в 2006 году, до этого хоть там были какие-то единичные истории, но это вот не систематично, поэтому... То есть мы можем ограничить свою доходность там, ну, не знаю, до 20%. Вот. То есть, в принципе, да, у нас нету таких показателей там 70%, 100%. Еще тогда вопрос уже чисто про инкорпорирование. То есть, если это будет Кипр или еще... Просто вот я почему-то спрашиваю, я не буду говорить фонд какой, да? Они сразу сказали Кипр. Это одна из бед российской экосистемы, когда приходят проекты, у меня сейчас уже сделки есть, и на Кипре, и на БВА, и в Великобритании, и в каком-то штате в США. Нет юриста, который знает все юрисдикции, а если он даже есть такой юрист, то он будет не под силу любому фонду. Чем отличаются, вот говорят, что в Калифорнии быстро сделки сделаются, а у нас не быстро, потому что у нас приходят проекты, они вообще разношерстны, из разных видов юрисдикций. Вот, в этом смысле мы не диктуем никакие условия, мы даем деньги только в компанию, которая резидент Сколково, в российскую дочку, а потом просто конвертируемся, будь то это Кипр, Кипр или БВА, ну, с точки зрения акционерного взаимодействия. Вот, и в этом смысле это будет определять просто скорость. Если вы придете с той юрисдикции, с которой мы еще не работали, то есть это увеличит процесс подготовки документов. Я понимаю, но деньги вы дадите резиденту Сколково. О, да, да, да. Несмотря на то, что у него уже так, здесь частный есть, допустим, маска писала, то есть нужно прописаться в страну Сколково. Да. И смотрите, есть еще такой нюанс, что Кипр, ну, туда вот хоть завели часть наших фондов деньги, они недавно обожглись, не все достали оттуда деньги. Очень много компаний, когда деньги капитализируются в России, потому что мы говорим про Сколково. Это налоговые льготы, и в принципе, да, и поэтому вам смысл держать деньги на Кипре, а потом после с учетом тех ситуаций, что там большие были потери, вообще нету. А после Кипра и другая, другая? Ну, неважно, BVI и все прочее, это только для двух вещей. Первая, это сейчас урегулировать акционерное отношение, и вторая вещь, это когда вы будете продавать уже потом свою долю, ну, там, якобы, что там стратегический инвестор не будет ничего покупать в России, поэтому им там холдинг там нужен. Ну, это вот. А так, в общем-то, вся операционная деятельность у вас все равно здесь ведется, деньги вам нужны будут здесь, зарплаты вы здесь платите, зачем вам... Ну, то есть, как вариант, можно 50% туда залить, 50%... А частный инвестор может сразу напрямую туда, нам это необязательно, просто выписка со счета, что он туда, в материнскую компанию. Вот эти вопросы, они уже, как бы, дело техники. Ну, что ж, на этом мы закончим, если у вас вопросы задушились. Все, кто хотел познакомиться с Анной Нинаховой, сделали это? Я думаю, презентацию... Продолжение следует...